Доброго вам воскресного дня, воздубленные Господи, братья и сестры! Важная составляющая, часть жизни человека, без которого очень трудно, без которой может быть даже невыносимо, это общение. Общение с окружающими людьми. Многие люди, особенно престарелого возраста, очень часто и страдают как раз-таки от одиночества, жалуются и поговорить не с кем. Общение с хорошим человеком приятно вдвойне, оно вдохновляет, утешает, развивает. Особенным спросом, конечно, у нас пользуются те, кто нам помогает выбраться из сложной ситуации, разобраться в себе. Но не всегда общение с людьми приносит пользу. Люди могут ошибаться. Иногда общение переходит в осуждение, в пустословие. Не иногда, а даже и очень часто. Святая Православная Церковь нам открывает возможность такого общения, которое всегда для нас полезно и всегда для человека дает большую духовную пользу и его насыщает. Это общение с нашим Творцом, с нашим Создателем, с самим Господом, с Божьей Матерью, с ангелами и святыми. Как нам нетрудно догадаться, это общение называется молитвой, которая является ключевой составляющей для жизни Церкви и для жизни каждого верующего человека. И сегодня мы еще несколько слов скажем о молитве. Неправильно полагать, что молитва это некий текст из молитвослова, который нужно произносить как какое-то заклинание. Вовсе нет. Молитва как раз таки может уберечь человека от одиночества. Вот профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов рассказывает, как однажды к одному священнику подошла женщина и очень жаловалась, что батюшка, я такая одинокая, так получилось, что у меня родственников не осталось, дети где-то далеко, соседи, другие знакомые, как-то особо мы не общаемся. Вот я очень мучаюсь от того, что страдаю, что как я осталась совсем одна. И священник посоветовал ей молиться Богу. И на самом деле через какое-то время она искренне молясь сказала, что она почувствовала такую радость, жизнь ее стала такой насыщенной, что у нее и вся тоска и всякое уныние и пропали. Неправильно, конечно, полагать, что наша молитва это просто какой-то текст из каких-то духовных книжек. Преподобный Нил Синайский говорит, что молитва есть восхождение ума к Богу. Недаром в молитве «Отче наш», в которой все изложено, ее сам Господь научил своих учеников. В первых главах Евангелия от Матфея мы читаем, как восточные мудрецы, мы называем их волхвами, «Увидев долгожданную звезду, пошли в путь, пришли к яслям, поклонились, принесли свои дары Христу». И вот этим самым они как бы показали молитву в ее совершенстве, в созерцании Бога и в трепетном поклонении. Так вот, и задача христианина — это уподобиться волхвам в созерцании Бога и поклонении ему. А это все мы можем как раз-таки делать через молитву и размышления о вещах духовных и божественных. Каждому человеку очень важно, чтобы жила наша душа. Если мы не будем есть или не будем пить, тем более если мы не будем дышать, то человек в скором времени умрет. Нам это очень понятно. Но когда мы с вами не молимся, то этим самым мы лишаем нашу душу духовной пищи. И она тоже становится мертвой, костенеет. То есть человек как бы телом вроде бы жив, а душа его оказывается мертвая. Преподобный Паисий Святогорец призывал нас чувствовать потребность в молитве. Именно молитва нам помогает ощутить присутствие Бога в нашей жизни. Христианину необходимо стараться жить в присутствии Бога. Для этого, конечно, нужно немного времени, доверие и решимость начать. Многие люди жалуются о том, что они не верят, что Бог есть, они его не видят, не чувствуют. Но проблема в том, что человек даже не просил Господа, чтобы он ему открылся. Вот можно привести пример из жизни митрополита Антония Суровского, который вспоминал, что когда он еще был совсем юным человеком, подростком. Прекрасно понимаем, кто такой подросток, переходный возраст, все кризисы связаны с этим временем. И вот у него тоже были часто очень такие вот сомнения. И однажды для того, чтобы сомнения развеять и расставить точки над «и», он решил для себя так. Вот я прочитаю Евангелие от Марка, самое короткое, для того, чтобы убедиться, что все там, что написано, все неправда. Вот такой юношеский максимализм. Но он решил сделать это вдумчиво и искренне. И, как он сам потом говорил не раз, что где-то на третьей, четвертой странице он вдруг отчетливо понял, что Христос рядом с ним. И после этого у него в душе появилась вот такая вера, как бы все сомнения отпали. Господь Бог дал ему почувствовать близость и ясность существования мира другого, мира иного, мира духовного. Конечно, для молитвы есть определенные препятствия. Вот сегодня мы несколько слов скажем о том, что же нам мешает молиться. По слову преподобного Паисия Святогорца, в первую очередь в молитве нам мешает наша страсть. Лень, эгоизм, самооправдание, гордыня. Недаром в Священном Писании говорится о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Молитве может мешать и наша усталость. К вечеру нередко человек жалуется, что похож на выжатый лимон. Усталость, работа, какие-то домашние дела. Что делать? Вот нет сил, говорят, на молитву. Конечно, молитву, если человек, ну, бывают такие ситуации, да, вот какой-то, как говорят, вот выдался тяжелый сумасшедший день. Молитву можно сократить, но ни в коем случае молитву нельзя опускать совсем. Если вдуматься внимательно, то у нас всегда на молитву, хоть на небольшую, можно найти силы. Давайте прямо скажем, ведь заниматься какими-то земными делами, да, достигать того, что мы потом неизбежно оставим, или что превратится в прах, или сидеть иногда даже в каком-то и пустом времяпровождении в телевизоре, в мобильном телефоне. У нас время находится. А вот стать на молитву, как будто кто-то или что-то мешает. Но ведь понятно, кто это и что нам мешает. Представим такую ситуацию, что вот мы после тяжелого дня прошли домой, может быть, даже легли спать. И вдруг нам позвонили, какая-то беда случилась с родственниками или знакомым. Куда девается наша усталость? Человек подпрыгнет, побежит скорее помогать, сделать все, что в наших силах. Так нам и важно поступать и с нашей молитвой к Богу. Конечно, есть еще такая рекомендация. Для того, чтобы Богу помолиться, не нужно ждать поздного вечера. Вот бывает такая ошибка, когда человек уже изнемогший, вечером глаза слепаются, надо бы помолиться и как бы не может собраться. Хотя обрати внимание на то, что опыт христианской жизни показывает, что здесь главное проявить просто верность Господу, настойчивость и начать. И как только человек начнет молиться, и у него как бы и усталость пройдет. И вот эти 10-15 минут, что он посвятит молитве, у него и силы вновь обертутся. То есть здесь просто нам нужен внешний толчок. Но бывает же такое, что когда вдруг мы вспомним о чем-то, о какой-то важной проблеме, мы встаем и делаем. А что может быть важного, чем Богообщение? Поэтому, конечно, нам ни в коем случае молитву оставлять не нужно. Хоть несколько молитвенник искренне с верой важно прочитать. В молитве может мешать и наш конфликт с ближним человеком. Вот мы человек поссорился, пылает какой-то гневом, злостью, раздражением или обидой. И от того, чтобы, что называется, молитва шла, нам надо постараться все-таки примириться. Примириться с нашими обидчиками. Почему вот такое большое внимание в церкви уделяется прощением обид? Недаром в Священном Писании сказано, что если ты принесешь дар твой жертвеннику и вспомнишь, что ты имеешь обиду, то оставь дар, пойди, примирись с братом и тогда приди и принеси дар. Если мы кого-то обидели, то постараться помириться. Если нет возможности сделать это сейчас, то хотя бы немножко позже. Сказать, что Господи, вот я обязательно позже постараюсь помириться. Проси меня. Если вам нанесли тяжелую обиду, то опять же просить помощи, чтобы Господь Бог дал нам, чтобы наше сердце смягчилось. И, как правило, это поможет нам на молитву настроиться. Интересные слова говорит преподобный Иоанн Лесвичник. Он учит, что молитва это суд до суда. То есть, если духовно здоровый человек чувствует в сердце какое-то окаменение, бывает же такое, да, вот жалуется, что сердце холодное, батюшка, что делать? Сердце ледяное. Здесь важно подумать, почему так произошло. Что мешает общение с Богом? Преподобный Иоанн советует испытать себя, париться в душе, париться в архиве. И если ничего человек не находит, то стать на колени, даже сделать несколько поклонов и сказать, Господи, наверняка я в чем-то согрешил, просвети меня, чтобы я понял, в чем именно. И тогда туман искушения развеется смирением, и человек найдет причину, почему вот так вот произошло. Хотя, знаете, очень многие святые отцы говорят о том, что молитва по принуждению как раз таки бывает более полезной, чем молитва по вдохновению. Да, легко молиться, когда, как говорится, душа поет. Или наоборот, когда у человека какая-то беда. Да, понятно. То есть, у человека радость, да, вот он сердце хвалит Господа, человек радуется, молится Богу, или наоборот, тяжело заболел он, или какая-то беда с родственником случилась. Тут человек уже, говорится, бегит в храм, ставит свечечки, целует иконочки, молится, просыпается духовное чувство. А когда все нормально, то тут вроде бы, как знаете, ну и не хочется. И вот как раз таки вот такая молитва, когда человек себя заставляет, она бывает даже более ценна перед Господом, чем молитва, когда уже, как говорится, ну что называется, жизнь заставила. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам себя к молитве нужно побуждать. То есть, еще раз вспомним о том, что молитве могут мешать наши страсти и пороки, могут мешать наши ссоры, конфликты с ближними, может мешать усталость. И нам, конечно, надо стараться вот это все преодолевать для того, чтобы молиться Господу Богу. В следующей нашей встрече мы поговорим, что еще нужно обратить внимание, когда мы молимся, и что еще может мешать нашей молитве. Храни нас всех, Господь! Пусть и нас, иже есть и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Треб наш, насущный, дашь нам вниз, и отставит нам долги наши, як уже и мы оставляем грозником нашим, и не глядит на свои искушения, но избавит нас от лукавого. Аминь.